Идем в парк. Молоштинский парк. Мультипарк. Здравствуйте. Нам вот сюда вот надо. Сейчас одну минутку кассир подойдет. А вот это вот действует, да? Какая-то штучка нам дали вчера в аквариуме. Да, и вы за это получите сувенир. А, понятно. А мы пенсионное не брали с собой ничего? Пенсионное нужно? А что-нибудь есть? Паспорт или карточка? Нет, все в сейфе оставили. Просто документы показываются вот там на камеру. Понятно. Не, ну мы как бы пошли гулять, мы документы не стали. Они не знали, что у вас тут такая система. Вот, видите, необходимо предъявить документ, подтверждающий льготы. Так что кто едет с детьми, либо еще. Я ничего не взяла. С 9 часов работаю, видите. Берите документы все. Будет льгота. Меня зовут Светлана, я буду вашим экскурсоводом. Да? Да. Это входит в стоимость. Создан более 12 лет назад. И собрано в нем, в этой части парка, 45 миниатюр со всего Крыма. Это точная копия оригинального здания в масштабе 1,25. Все наши объекты имеют информационные таблички, поэтому когда будете прогуливаться самостоятельно, не заблудитесь. Время у вас не ограничено. Фото-видеосъемка у нас разрешена. В правой части там у нас 20 миниатюр материковой России. В углу немножечко пройти, даже Крымский мост есть. Многие его проспали, пока ехали. Да. Вот. И там же у нас мультипарк и фотозона. Начинаем с ворот республики. С Симферопольского железнодорожного вокзала. Современное здание было построено в 1951 году. Мы с вами на перроне, и первый поезд здесь прошел еще в 19 веке. Но тот вокзал серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны. Восстанавливали вокзал силами немецких военнопленных. А архитектор Алексей Душкин сохранил итальянский стиль вокзала. Основное украшение – это надстройка в виде античного храма. Две галереи образуют своеобразный дворик. Украшен он фонтаном и называется итальянский. А самое высокое строение на привокзальной площади – это башня. Высота ее 42 метра, а внутри находится маятник, который весит 250 килограмм. Именно он приводит в действие стрелки настоящих механических часов. Циферблат украшен знаками восточного гороскопа. Через год по этому же проекту был построен еще один вокзал в городе Сочи. А мы с вами на одной из центральных улиц Симферополя, на Кирово. Именно здесь можно увидеть один из самых красивых частных особняков начала 20 века. Дом купца Чарахова. Сейчас особенно приятно говорить об этом здании, потому что несколько назад завершилась многолетняя реконструкция и реставрация. Поэтому, если будет возможность, обязательно посмотрите. Потрясающий дом, построен в русско-византийском стиле. Межоконное пространство украшают изображения драконов. По количеству их ровно 10. Местные его еще иногда называют драконьим домом. В этой части находилась первая в Крыму биржа. Здесь же гостиница, которая тоже называлась биржа. А вот левое крыло украшено элементами мавританского стиля. Обратите внимание на литую чугунную арку. Именно здесь проживал сам купец со своей семьей. В этой части по-прежнему работает пиццерия. Не знаю, что будет в той части. Она была открыта первой в Симферополе. Говорят, самая вкусная. А мы в Севастополь. Поехали в Севастополь. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. На поезде. Вся эта зона у нас это город-герой. Севастополь. А мы с вами у панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов. Во время Крымской войны 349 дней защитники города держали оборону. Противостояли они военному союзу. Объединились армии четырех стран. Великобритания, Франция, Турция и Королевство Сардиния. 349 дней обороны и город выстоял. В честь этого знаменательного события было решено построить эту панораму. Внутри, в центре здания находится смотровая площадка. И вот находясь на ней по внутреннему периметру и можно рассмотреть саму панораму. Она является одной из самых крупных среди 60 существующих в мире. В длину 115 метров, в высоту 14. Автор ее художник-баталист Франц Рубо. Он же написал и Бородинскую панораму. По внешнему периметру бюсты в нишах. Это те же участники обороны. И здесь в одном ряду и адмирал, и Корнилов, Нахимов, и Стомин, и матрос Петр Кошка, медсестра Даша Севастопольская, хирург Пирогов. Все они занимают здесь свои почетные места не по чину, а по заслугам. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в крышу попадает снаряд. Панорама. Начинается пожар. Панорама загорелась. Спасали ее сотрудники. Разрезали на части и выносили из горящего здания. Одна треть панорамы сгорела. А к 100-летнему юбилею было принято решение возобновить работу панорамы. И 17 московских художников за три года воссоздали ее заново. Уцелевшие части они отреставрировали, а сгоревшую часть нарисовали заново. Точной копией первоначального варианта. И в 1954 году панорама вновь открыла свои двери. Более 40 миллионов посетителей до последнего, до осени этого года, прошлого года. Закрыли ее на реставрацию, освежат. И в 2025 планируется очередное открытие панорамы. А мы сравниваем Барчи с Арайом. На поезде. На поезде. Мы не можем так быстро. Да. У нас можно гулять. Экскурсовод быстренько бегает. А мы-то уже набегались. Мы стараемся. Ну очень. Бежать. Шванское представление о райском саде на земле. Именно такая идея была у хана Гирея, который начинал строительство родовой резиденции крымских ханов. Дворец строили долго. Времена были неспокойные, прерывались на войну. Время строительства 15-16 век. Огромный дворец получился и роскошный. Чтобы представить его первоначальный размер, обратите внимание на правую сторону. Это была женская половина. Вот только комнат для наложниц более 70. Левая часть мужская. Украшена двумя миноретами, высота которых 28 метров. А во дворе, в центре, проводили военные парады. В 1787 году Екатерина II приезжала в Крым осмотреть свои новые владения. В этом дворце она останавливалась тоже. В музее даже показывают кровать, на которой отдыхала императрица. А в 1820 году Александр Сергеевич Кушкин посетил дворец. И поэма «Бахчисарайский фонтан» рассказывает о событиях, которые происходили именно в этом дворце. Сам же знаменитый фонтан «Слез» находится вот там во дворике. Реконструкция дворца продолжается. Экскурсии проводят, но очень ограничено. Мечеть Джумаджами. А мы с вами в Експадоне. Мечеть Джумаджами. Особенная мечеть тесно связана с ханским дворцом. Именно здесь проходила церемония коронации крымских ханов. И вот для строительства этой мечети в 1552 году из Османской империи приезжает Хаджа Синан. На тот момент самый опытный восточный архитектор. Он уже построил 76 мечетей. Это становится 77-й. Считается 77-й. Он только приступил к строительству. В чем с энтузиазмом. Ну и вот тут же обратно в Стамбул отзывает Сулейман великолепный. Султан задумал себе в Стамбуле построить мечеть огромную. Сулеймани. Голубая мечеть она еще называется. Поэтому достроили уже местные мастера, местные умельцы. Но сравнивают эти две мечети и называют сестрами-близнецами. Построены они в одно время по проекту одного архитектора и невероятно похожи. Отличаются размерами и мелкими деталями. В 1783 году Шагин Гирей, последний крымский хан, отрекается от престола и передает свой народ под покровительство России. Сам же он из дворца берет все самое ценное. Уезжает сначала в ссылку в Россию, а потом в Турцию. Где он и был казнен, был казнен как предатель. Мечеть эта утратила свое первоначальное назначение. Но она действующая и сегодня. Памятник архитектуры мирового значения. Единственная сохранившаяся в Европе многокупольная мечеть. А мы переходим на дворцовую поляну нашего парка. И будем любоваться творчеством талантливейшего русского архитектора Николая Петровича Краснова. Краснов построил в Крыму более 80 зданий. В 24 года он уже стал главным городским архитектором Ялты. Благодаря Краснову в Ялте появилась канализация и набережная, на которой и установлен памятник архитектору Краснову. Начнем с дворца Дюльбер. Построен он был в конце 19 века в поселке Карийз. Владельцем был Петр Николаевич Романов, двоюродный дядя императора Николая II. Великий князь очень любил путешествовать по Востоку. Несколько лет прожил в Египте. И заказал никому еще неизвестному, 31-летнему Краснову, классический арабский дворец в мавританском стиле. И Краснов блестяще справился с этой задачей. Дворец из 111 комнат он построил за три года. Белоснежные остроконечные стены украшены традиционной росписью. Купола были отлиты в Каире. А над центральным входом надпись на арабском языке. Да благословит Аллах семь раз вошедшего сюда. В 1920 году Ленин провозглашает Крым всенародной здравницей. И многие дворцы становятся санаториями. Этот становится санаторием Красное Знамя. Через несколько лет были построены еще дополнительные корпуса. Сегодня это по-прежнему действующий санаторий. Название Дюльбер ему вернули. В этом месте появляется усадьба у графа Льва Потоцкого. Позже она становится летней резиденцией императора Александра II. А в 1911 году Краснов полностью перестраивает дворец для императора Николая II. Рабочих свезли в огромном количестве. И белоснежный роскошный дворец построили за 17 месяцев. Потрачено было более 4 миллионов золотых рублей. В 1920 году во дворце размещают санаторий для крестьян. В 1945 году именно здесь проходит Ялтинская конференция. Здесь же проживал и американский президент Рузвельт. Он приезжал в Крым со своей дочерью. Был уже серьезно болен и проживали они в этом дворце. Сегодня это действующий музей. Первый этаж рассказывает как раз о ходе Ялтинской конференции, о ее участниках. А второй этаж об отдыхе семьи Романовых в Крыму. Поселки Гаспро. Дворец Харакс. Построен был тоже для одного из Романовых, для Георгия Михайловича Романова. Харакс это название древнеримской крепости, на месте которой построен дворец. Кажется, что это небольшая шотландская деревушка, где маленькие домики близко расположены друг к другу. На самом деле дворец из 46 комнат. Продумано было все до мелочей. Даже Николай II, побывав здесь в гостях, оставил запись в книге отзывов. Удивительно, как все просто, но со вкусом. Становится санаторием в 20-е годы. Несколько раз меняет свои названия. Сегодня действующий санаторий Днепр. В Алуште тоже есть дворец от Краснова. В восточной части города, в самом конце Приморского парка, можно увидеть дворец купца Стахеева. Стахеев был богатым торговцем, щедрым меценатом и почетным гражданином города Алушты. Он много сделал для города. Первая набережная появилась благодаря его участию. И в строительстве храма он был не последним участником. Называл он этот дворец «Моя дача от Рада». Но бывал здесь крайне редко. Он эмигрировал из России еще до революции. Во время Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало, полностью выгорело. Даже расположение комнат не сохранилось. После восстановления государственная дача, санаторий «Металлорг», дворец пионеров. А сегодня центр детского и юношеского творчества. Многие города имеют свою визитную карточку. Есть она и у Алушты. Наша знаменитая ротонда «Ризо». Во многих городах есть колоннады подобные, но наша с особенной историей. В 1951 году, когда инженер-коммунащик «Ризо» пришел к главе города с очень необычным предложением построить колоннаду, которая будет визитной карточкой нашего города. Времена были очень сложные. Алушта очень серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. Нужно было восстанавливать и жилой фонд, и производство. Ну а это строение не имеет никакого практического назначения. Но идею поддержали, как говорят. Пошла она в народ, и собирали и деньги, и средства на нее всем городом. Первоначально надпись звучала по-другому. Это была цитата из Конституции. «Граждане СССР имеют право на отдых». Потом заменили на нейтрально-географическую «Алушта-курорт». Ну это по-прежнему визитная карточка нашего города. Ну и прежде всего это памятник людям, которые в очень сложное время думали о будущем и не забывали о красоте. В мосточной части поселка Алушты, в поселке Малореченское, в сторону Судака, можно увидеть уникальное современное здание. Храм-маяк святителя Николая Меркикистого. Построен он уже в 21 веке, с 2004 по 2007 год. Архитектор Гайдама. Здание уникальное. В золотом шаре находится огонь действующего маяка. Храм посвящен памяти погибших наводок. Он в высоту 65 метров, это один из самых высоких храмов в Крыму. Он украшен в морском стиле, крест выполнен в виде штурвала, окна в виде иллюминаторов, цепи, якоря поднятые, со дна моря украшают само здание. А в цокольном этаже музей-катастроф. Очень атмосферное место, где собраны экспонаты и из Титаника, и из подводной водки Курс. Это реконструкция крепости Алу-Стон. Позже местность называлась Луста, и современное название Алушта. Это самая популярная версия, как появилось название нашего города. Построено в VI веке по приказу византийского императора Юстиниана I, еще великим его называют. Проживали здесь гарнизоны готов-федератов. Были они на службе у византийских монархов. Первоначально 0,25 гектара такая была площадь этой крепости, но стена была высотой 10,5 метров, ширину 2-3 метра. В VIII веке увеличилась значительно площадь крепости. Были построены еще три охранные башни. А к 2010 году ее уже разрушили окончательно, эту крепость. Сохранилась только нижняя башня на соседней улице, улица 15 апреля. 5 минут пешком от набережной или от нас тоже. Можно увидеть башню, которой 15 веков. Строили ее особым способом. Между каменными элементами вставляли бревна. И во время землетрясения она амортизировала. Сейчас уже, конечно, вместо бревен пустоты просела башня, но еще держится. Там, кстати, тоже очень интересный музей. Само же название Алустон переводится как сквозняк. Поэтому в нашем городе всегда чистый, свежий, целебный воздух. Где я желаю вам приятного отдыха и спасибо за внимание. Спасибо большое. Приятной прогулки. Очень интересно. Храм Свято-Никольский, Севастополь. Красиво. Если вот это все объездить, не хватит никакого отпуска. А так все в миниатюре посмотрели. И вроде бы как посетили весь Крым. Графская пристань. Музей Краснознаменного Черноморского флота. Крымская астрофизическая обсерватория. Национальная картинная галерея Айвазовского. Красивое здание. Сейчас у всех цветут ирисы. В том числе и здесь. В основном все ирисы, ирисы, ирисы. Капельный полив. Шумит, слышу. Генуэзская крепость. Генуэзская крепость. Вот отель, видите, большой. Смотрит на этот. Парк. Мини парк. Так, здесь у нас замок Ясная Поляна. Там уже детская зона начинается. Там ребятишки могут гулять, играть. Собор Святого Александра Невского. Смотрите. Какой красивый. Эту экскурсию мы взяли. Не только ради себя. Ну и пусть посмотрят те, кто никогда не может выехать из дома. Либо нет возможности, либо очень далеко живут. Ну вообще. Просто посмотрят те, кому это интересно. Я знаю, что такие видео не особо заходят, но мне это не имеет значения. Просто снимают для тех, кто любит вот такие видео с отдыха. Ну вообще. Разнообразить свой мир. Не только сидением в игрушках и в компьютерах, но и гулянием по нашей прекрасной стране. Сняты все мини-копии армянской церкви в Ялте. В Ялте я не была в армянской церкви, а вот в Анапе была. У меня там знакомая Наташенька. Она водила, возила вернее, в армянскую церковь. Возможно, вот это похоже на нее. Сейчас посмотрю. Это костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Нет, это не она. Но похоже. Что-то такое было подобное. Церковь Воскресения Христова. Байдарские ворота. Храм Пресвятой Троицы. Все это находится, конечно же, под высокими деревьями. Здесь не жарко. Хорошо ходить. Прекрасно просто. Это, наверное, сокровище. Поднятое со дна моря. Смотрите, сундук старинный с камнями. Крым. Такие камни там лежат. Это Массандровский дворец. Знаменитый. Видите, какой красивый. Все в цветах. Красота. Так, здесь давай. Отсюда. Золотая обитель, будь ты Шакьямуни. Вроде на мать. Вроде на мать зовет. Собор. Покровопость Святой Богородицы в городе Москве. Здесь уже, да. Пошли уже. Вот это вот песни, они мне вообще будут мешать совершенно для видео. Придется так просто музыку накладывать и все. Так, это у нас пожарная Каланча, город Кострома. Костромчане, вы узнаете свою Каланчу? Казанский собор, Божья Матери, город Москва. Федеральный и Превославный собор Александра Невского. Нижний Новгород. Самарский академический театр. Драма имени Горького. Здесь Николаевские тримфальные ворота, город Владивосток. Уже выгорело драматический театр Омский. О, Иркутск. Смотрите. Иркутск. Московская тримфальная арка, город Иркутск. Конец. Иркутск. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, погоди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бармалей как без него? Да, Бармалеюшка? О-о-о, страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты это, заходи, если что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Басня крыловая. И растительность тут хорошая. Наверное, калина или что цветет такое беленькое. Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всякие сосны. Мы были в Таиланде, в мини-сиан-парке. Там что-то у них свое. Но мы как бы не умеем на тайском читать, поэтому прошлись и ушли. А здесь мы послушали экскурсию замечательную. Большая хуральная синагога, город Санкт-Петербург. Вот она какая-то красавица тоже. Пойдемте еще Крымский мост посмотрим. Арктический прилистник. Арктики построили. Если кто не знал, мы сами не знали. Крымский мост миниатюри. Вот он мост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова